В ИФУ за прошедшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские националисты заминировали автовокзал и здание администрации в станице Луганской. Рабочие в сфере ЖКХ повысят заработную плату. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня в выпусте по территории ДНР 204 единицы боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики ВСКК. Под огнем украинских силовиков оказались Донецкий аэропорт, поселки Шахты Трудовская, Спартак, Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка, Гурловский поселок Шахты имени Гагарина, Ясиноватая, Докучаевск, а также села Коминтерна, Воленинская и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы калибра 120,82 мм, гранатометы, зенитные установки, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Ранее в Управлении народной милиции ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили группы снайперов, бронетехнику и машины с боеприпасами на участок разведения сил и средств Богдановка-Петровская. В знак протеста против разведения сил и средств на линии соприкосновения украинские националисты заминировали автовокзал и здание администрации станицы Луганской. Об этом сообщил офицер Пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, данные о минировании подтверждаются отчетами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с прибытием националистов в районы разведения сил и средств на подконтрольной Киевой территории возросла опасность жизни и здоровья мирных жителей. Наряду с бесчинствами и преступлениями в отношении мирных жителей националисты используют террористические методы войны. Он подчеркнул, что данные происшествия указывают на неспособность как военного, так и политического руководства Украины взять ситуацию под свой контроль и пресечь провокационные действия националистических вооруженных формирований. Напомним, ранее Киев сорвал три попытки начать предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участках линии соприкосновения в селе Петровское в ДНР и Золотое в ЛНР. 14 октября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец в ходе брифинга прокомментировал недавно опубликованный приказ об увеличении заработной платы работникам сферы ЖКХ на 30%. Он отметил, что с 1 октября зарплата будет повышена исключительно представителям рабочих специальностей. Прошу обратить внимание, что сотрудники офисные, руководители предприятия, инженерный состав остаются при прежних окладах. У нас рабочих специальностей, вернее рабочих дефицит на предприятиях, у нас больше сотрудников, больше руководителей, чем рабочих специальностей, можно так сказать. Сейчас рабочие руки скоро будут в Красную книгу записываться, из-за того, что довольно-таки низкий уровень заработной платы на этих предприятиях. Кроме этого, Сергей Наумец заявил о том, что власти ДНР выплатят сотрудникам предприятия компании «Вода Донбасса» задолженности Киева по зарплате. Речь идёт о 6 тысячах работников, проживающих на территории республики. Образовавшаяся задолженность с 2018 года у сотрудников компании больше 300 миллионов будет погашена до конца года. Правительство изыскало средства и буквально с этого месяца начнётся погашение заработной платы сотрудникам данной компании. Эти деньги будут целевые, деньги будут пущены только на погашение задолженности по заработной плате и переведены сотрудникам компании на зарплатные карточки, открытые в Центральном Республиканском банке. В завершении брифинга министр строительства и ЖКХ ДНР призвал жителей вовремя оплачивать потребительские услуги, потому что на сегодняшний день это единственный источник денежных поступлений для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Александр Мартынюк, Евгений Полянский, Новороссия ТВ В завершении брифинга министр строительства и ЖКХ ДНР призвал жителей вовремя оплачивать потребительские услуги, потому что на сегодняшний день это единственный источник денежных поступлений для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Александр Мартынюк, Евгений Полянский, Новороссия ТВ Редактор субтитров А.Семкин